приветствую вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегет и сегодня давайте мы вспомним пророка самуила это ветхозаветный святой и сразу скажу вот прямо скажу что ветхозаветная святость она немножко вот не как вот мы привыкли воспринимать святых в новозаветной традиции когда мы вспоминаем преподобного серафима саровского до святителя николая чудотворца такая преизливающаяся любовь милосердие а ветхозаветная святость это строгость это такая вот жесткая праведность когда святые старались отсекать все неугодные богу и отсекать в том числе вот физическом смысле и вот пророк самуил это ключевая личность ветхозаветной истории это действительно очень ключевая личности желательно бы получше даже вот вникнуть в эту тему потому что он последний из судей израильских кто такие судьи ну немножко напомню что вот пророк моисей будучи вдохновлен богом да господь ему открыл себя вот моисей выводит богоизбранный народ из египта и приводит к обетованной земле а в обетованную землю уже вводит кто иисус новин да вот как бы прообраз иисуса христа который всех уже вводят в небесное царство и начинается завоевание земле обетованной а потом кто после иисуса новин вот судьи израильские то есть особые такие были харизматичные личности одаренные от бога теми или иными вот талантами и они пользовались уважением и поэтому к ним приходили для как тут действительно для суда они вершили суд над израилем и ну там мы знаем был там и гидеон там и ефай были даже женщины допустим девора девора и варак вспоминаем конечно же самсон помните его необыкновенную силу тоже как дар божий и вот их было в целом 15 в разное время этих судей и последний из них 15 именно самуил и он же пророк и он же кстати стоит у истоков израильского царства то есть как бы он на стыке разных эпох он при обе в нем переплетаются разные служения и судейская и пророческая и он же помазует первого царя и ну потом и второго тоже помазует царя и святость его действительно строгая вот что только вспомним когда вот он обличает народ и говорит что вот вы упросили чтобы был у вас царь но в этом некое вот непослушание тоже было потому что не хотели под непосредственным божиим водительством и вот сейчас идет жатва говорит он я помолюсь чтобы господь дал дождь и гром и действительно в тот день когда ну жатва то есть надо на полях собирать урожай и страшный гром и дождь и люди все в ужасе да то есть вот эта демонстрация такой мощной божественные силы которые давалось через пророка самуила для их устрашение люди каялись и трепетали вот он их вразумлял вразумлял через такое строгое назидание а сам пророк самуил если мы вспомним ведь он рождается от кого от бездетной матери той у которой не было детей и тут мы вспоминаем родители самуила то есть это был вот отец его елкана а мама его она ну надо сказать что у отца его было вообще две жены к сожалению от ветхозаветной традиции это не раз встречалось что брали там еще жен и был у него две жены финана и анна и вот финана у нее рождались один за другими дети а у она не рождалась причем он елкана он любил именно одну больше всего а финана она как бы кто относится как соперницы вот она смеялась что у тебя-то детей вообще нет и вот они приходили к скинье господней это ведь еще до храма соломонова и приходили они в город селом то есть иерусалим еще не был таким вот значимым духовно значимым городом а селом он к северу ну немножко к северо-запада от иерусалима вот и там как раз располагала скинье и был там первосвященник или предпоследний судья израильский и вот они приходили трижды в год на праздники это пасха пятидесятница и праздник кущий и жертвоприношения и там когда вот мирная жертва преподносилась то часть этой жертвы отдавалась тем кто принес ее и вот устраивали рядом с скиньей трапезу и вот и елкана он как раз попытался давать лучшие части именно анне она горевала и что у нее нет детей то есть вот финана ее порицала смеялась над ней и муж ей говорит но разве я не лучше для тебя чем 10 детей он так вот немножко по наивному рассуждал что вот раз и у тебя есть я и тебя так люблю то значит ты уже этим довольствуйся но ведь для каждой супруги рано или поздно она понимает что нужны дети как бы вот этот вот плод искренней любви к друг другу как выражение тоже некого благословения божия в браке и она горевала и вот она побежала с этого праздника к скинье и там молилась и при этом в библии ну так вот по простому описывается в каком-то смысле очень буквально что вот она молится молится про себя а губы ее шевелится и первосвященник или не разобравшись подумал что вот она как бы в себя ушла в молитву губы шевелит своими губами и он подумал что она пьяная говорит чего ты тут такая вот пьяная делаешь иди протрезвись и потом приходи но и она тут же ему объясняет что вовсе нет у меня огромный скорбь потому что господь не дает мне детей и тогда вот этот первосвященник или он вообще был очень добрый по душе такой мягкий он ее благословляет и говорит что господь устроит по твоему прошению вот это вот горячие молитвы это пример как раз вот всем тем кто не имеет детей то есть не имеешь проси у бога и можешь вымолить и действительно господь и благословляет они начинают а да и она ветра это самое это главное что почему молитва и исполнилось почему именно господь дает чадо потому что она дала обет вот когда не просто молитва требует что-то себе а еще некий обед что ты вот что-то от себя отделишь и пожертвуешь кому-то отдашь что-то то вот такая молитва она усиливается в тысячу раз но в данном случае это было такое исключительное обещание и обед ее в чем был она сказала что если родится у меня ребенок мужского пола то я его от самого рождения посвящу богу и здесь подразумевалось чтобы как бы полное посвящение но там был такой обряд назарейства в то время как бы все весь народ считался святым чистым но при этом назареи это как бы наиболее святые выделялись и они должны были вести наиболее чистый образ жизни были такие вот некоторые внешние отличия что по обету вот они не стригли волос и это что означало как бы полное самозабвение что ты о себе уже не заботишься ты всецело умом и сердцем должен устремляться к богу ну как бы некий такой аналог монашество хотя это вовсе не монашество и они какой еще давали обеты вот не просто не пить вина а вообще даже и винограда не вкушать то есть все пьют вино а я вот не буду даже ягодки виноградные кушать то есть такое полнейшее воздержание даже то что напоминает о вине даже этого не вкушать потом не прикасаться как мертвому им даже запрещалось прикасаться если кто-то умирал из родных то есть как бы такая полная ритуальная чистота как считалось тогда и вот могли избирать на какое-то время да а ведь это у них и так вот и считает что это был левицкий рот священнослужие служение при храме но и при этом дается вот этот обет то есть как такое усилие усиленное служение богу и вот он действительно по этому обету рождается ребенок и поэтому когда вот только-только он возрос то родители отводит его в храм и после этого тот пересвященник или тоже предсказы что господь вас благословит еще и у нее после этого еще рождаются дети как бы господь ее благословил в большей мере а самуил живет при храме при скине господне с малых лет он благоговейно заботится о светильниках выполняет все что говорит ему первосвященник возрастает и вот наступает такой момент когда к нему впервые у него впервые откровение божие и господь впервые к нему обращается в особом таком откровении и описывается конечно это несколько так вот чувственно что как он лег спать и ночью причем в скине он располагался и вдруг слышит как кто-то его зовет самуил самуил он подумал что это призывает его первосвященник или прибегает говорит вот я ты звал меня тут говорит нет нет я тебя не звал ты иди спи и вот так вот три раза и на третий раз или понимает и говорит что как только будет тебе вот это призвание ты скажи вот я господи говори что тебе угодно то есть или понял что это некое вот обращение от бога и вот когда в четвертый раз это уже было то самуил получает впервые откровение от господа и пророчество это было страшным она касалась как раз вот этого первосвященника или что господь сокрушит его дом и за то что он плохо воспитывал своих сыновей понесет наказание и он сам и сыновья его и даже самая главная святыня израильская ковчег завета ну на время будет вот похищен и в чем вот это почему так было дело в том что если вот прямо сказать что сыновья или они не просто были людьми негодными не просто там выбирали вот лучшее еще даже жертву не успели принести они уже себе забирали что-то из этих жертв а посвящалась богу так они сказали там спали с женщинами которые приходили к скине и тем самым вот оскверняли вот это святое место да и конечно первосвященнику илию говорили об этом многократно он пытался вразумить но не отстранял их от присутствия в скине вот если бы он и хотя бы отстранил куда-нибудь удалил живете нечестивые тогда вот езжайте там куда-нибудь подальше то может быть был бы по-другому а тут он не мог вот активно вмешаться и за это последовало наказание и когда или слышит вот это через отрока самуила то он принимает это смиренно как волю божию и сказал что что угодно господу то да будет и впоследствии так и получилось приходят филистимлине начинается сражение израильтяне терпят первое поражение и думают что это из-за того что вот с ними нет главной святыни ковчега завета господним призывает ковчегу привозят ковчег вот оба сына старца или и во время нового сражения не просто терпят поражение от филистимлин но ковчег захвачен оба сына убиты когда весть об этом доходит до или он поднявшись вот просто фактически падает в обморок и когда падал то переломил себе хребет и вот так вот умер и в этой самой сложной ситуации как раз судьей становится самуил тут прошло после откровения сколько-то лет до исполнения вот этого пророчества и он уже несколько возрос и по всему израилю распространяется весь что самуилу бог открывает свою волю что он прозорлив что он провидец и к нему все приходят за советом и действительно это был не просто судья а это был судья прозорливый который видел все что происходило господь ему открывал что касается ковчега завета то надо понимать что господь всегда сам хранит свои святыни поэтому бог поругаем не бывает и те кто захватили эту святыню они потом очень пожалели в начале принесли в храм бога догона на следующий приходит истукан их лежит навзничь упал да то есть не выдержал славы истинного бога ну они видимо не вразумились поставили истукан обратно а на следующее утро на второе то есть приходит смотрит он не просто уже упал их истукан а уже у него отломилась голова руки ноги и вот в таком разбитом состоянии он присутствует ну поняли что что-то здесь не так уже что слишком вот какая тут мощная сила исходит от ковчега завета господи потом куда-то там его повезли везде где он появлялся там у филистимлен начинались какие-то страшные наказания у них какие-то язвы там коросты покрывает а мыши начинает повреждать их поля и в общем они решают вернуть и возвращают ковчег завета и вот когда этот ковчег уже вновь у богоизбранного народа то самуил произносит такие вот пламенные речи о покаянии о том что нужно жить достойно воли божии что нужно вести себя чисто и не преклоняться ни перед какими языческими богами потому что эти боги ничто а истинная сила у бога который прославил себя в израильском народе и вот люди начинают консолидироваться вокруг пророка самуила он переходит из места вместо да он посещает разные города основывает школы такое просвещение и в общем то считается что пророческие школа они тоже начинаются именно с самуила там где люди юноша изучали закон божий учились духовной жизни молились и некоторые вот оттуда тоже выходили такие вот пророки которые получали от господа вразумление и вот так вот он праху проводит благочестивую жизнь и начинает побеждать филистимлин то есть народ обретает благословение божие и видимых делах уже успех и вот когда самуил стал пожилым и уже не может быть не во всех делах вот так вот справлялся чтобы судить все те тяжбы с которыми приходили к нему израильтяне то наступает вот этот ключевой момент переломный момент а что произошло вот когда он сказано состав престарелым да то сыновья его собственные сыновья самуила они не ходили путями его и произошел такой парадокс в общем в чем порицал он но них он может быть не порицал а от бога вот открыл он илию что у старца или его того сперва священника у него сыновья не слушались и были коростолюбивы вот тоже самое к сожалению оказалось и у самуила оба его сына оказались непослушными и были коростолюбивы и за деньги производили суд и он не мог с ними ничего поделать но он не настаивал на том чтобы они вот продолжали его дело и в общем то не пытался их продвигать вперед и вот люди попросили себе царя они сказали что мы хотим иметь царя как и прочие народы а дело-то в чем ведь в израильском народе была теократия теократия то есть богоправления непосредственно от бога был воодушевляем моисей да вот еще когда-то авраам да то есть каждый духовный лидер он именно был таким вот боговицем пророком и вдохновлялся от духа святого а тут получается что избирать царя которые просто земной руководитель который все будет решать исключительно по меркам вот этого земного меркантильного мира и теократия утратится и вот это и пытался объяснить людям пророк самуил но в любом случае монархия лучше нежели анархия и люди настаивали говорили что нет вот мы хотим чтобы у нас был царь и тогда самуил молится и господь говорит ему что ты послушайся народа потому что не тебя они отвергли но отвергли меня но только ты объясни им права царя и самуил объясняет что царь будет забирать все лучшее он будет ездить на лучших колесницах а ваши сыновья будут бежать перед его колесницами вы будете десятину с лучших плодов отдавать именно ему и все будете в услужении ну и так далее вот все так сказать весь список он огласил вот этих требований но народ говорил что нет вот все равно хотим мы хотим чтобы был у нас царь ну раз хотите пусть так вам и будет и после этого происходит такое дело что вот появляется саул сын кисов у которого пропали ослицы и вот он три дня ищет этих ослиц а ему слуга говорит что не вот мы не можем никак найти ну давай мы поищем прозорливца который подскажет нам где эти осли ослицы приходят они в один город спрашивают нет ли у вас прозорливца и говорят что вот как раз пришел к нам и там в библии поясняется что в то время пророков называли прозорливцами вот и оказалось что это был как раз самуил который посетил этот город там приносились какие-то жертвы он объединяя народ его стараться всех вот на богослужение собирать и потом устраивали общую трапезу ну и пошел значит вот саул со своим слугой к нему и самуил его видит а самуилу уже как раз было открыто что придет вот такой-то человек и он и будет царем и получается так что саул пошел искать ослиц а нашел царство и ему саул га это самуил говорит что ты там об ослицах вообще не беспокойся они уже нашлись вверх и уже вернули домой тебе будет принадлежать все в израильском народе а тот говорит да как же я же там такой бедный худородный нет вот господь тебя избрал и потом вот после вот этого торжественного там празднества на следующее утро самуил помазывает его елеем на царство вот так описывается первое вот этот помазание как посвящение в цари и елей как бы символ тоже благодати божией которая изливается на конкретного человека и он посвящается на это особое служение и после этого нужно было провести такое всенародное избрание то есть вот уже предуказание божие а нужно всенародное самуил всех призывает и вот там значит начали избирают колено потом вениаминова колена потом там семейства роды и в конце концов вот выбирается как раз именно саул а он на тот момент он был еще скромным смиренным и он спрятался в обоз и там его нашли вывели тут все увидели что оказывается он физически он выше всех от плеч своих да то есть все доходили только головами до его плеч а он превосходил всех и самуил говорит вот посмотрите какой у вас царь какой он большой ростом и все удивлялись и говорили что да вот это действительно наш царь ну как петр первый своего рода да не не наполеон там какой-то который мелкий бегает всех смущает все народы европы а вот именно как петр первый вызывал такое удивление восхищение и люди конечно смотрели прежде всего на такие видимые достоинства даже телесные достоинства человека и избирают его и тут же он у некоторые победы совершает и проходит какое-то время и народ начинает видеть что и цари то вообще тоже разные оказываются потому что саул со временем он начинает уже иначе смотреть на самого себя он начинает уже где-то отодвигать пророка самуила и вот он допустил две таких страшных ошибки первая ошибка это когда воевал пошел на войну с филистимлянами и люди боялись а а саул ждал когда придет самуил чтобы жертву принести и вот прошло уже семь дней люди разбегались ноги и саул не дождавшись самуила дерзнул сам лично принести жертвоприношение но он ведь не был не первосвященник не священник у него не было пророческого вот этого дарования то есть он не был духовным лидером а был поставлен только как государственный правитель вот в чем дело и поэтому должен был заниматься только своими земными делами но как только он совершил жертвоприношение тут же появляется пророк самуил и получается так что это было как бы некое испытание для саула а все таки вот выдержит он вытерпит а он из страха нарушил заповедь и получается так что если ты действительно поддаешься страхом вот страхи и малодушие они тебя со временем сделают предателем потому что у тебя оскудевает вера доверие богу и ты потихонечку начинаешь вот предавать и самуил обличает саула вот за что ты почему ты так сделал если бы ты дождался то господь упручил бы царство твое вовек а теперь господь отнимет от тебя твое царство и слово самуила она достаточно звучит строго уже вот безоговорочно вот раз ты поступил так то все саул пытался оправдываться но самуил говорит как есть и после этого саул прошло небольшое время он допускает вторую серьезную ошибку когда направился с войной на амалититян а амалититяне это был тот народ который постоянно досаждал израилю и это был вообще первый народ который напал на израильтян когда мы сей вывел их из египта и со стороны маликитян шли всякие языческие соблазны и вот пророк самуил направляя саула на войну он произносит такое достаточно строгое наставление истреби все что у него то есть у амалика не бери себе ничего у них но уничтожь и предай заклятие все что у него и не давай пощады ему но предай смерти от мужа до жены от отрока до грудного младенца от вала до овцы от верблюда до осла вот такое достаточно жесткое и даже жестокое наставление дает самуил и повторю что здесь как раз вот мы видим вот это отличие ветхозаветной святости от новозаветной святости то есть ветхозаветная праведность это такая святость в каком-то смысле воинственные это вот в новом завете уже мир благодать дух святой который преображает души врагов а ветхий завет это постоянная идет война и вот если даже мы поспрашиваем профессиональных военных то они говорят так что вот во время боевых действий когда вот кто-то стреляет с вражеской стороны то это огневая точка непременно подавляется и неважно кто там стреляет то есть мужчина там женщина или даже ребенок вот есть огневая точка ее нужно подавлять чтобы оттуда никакого огня уже не шло и амаликитяне они все время вот вели войну не только физически но и духовно потому что соблазны язычества и долопоклонства значит служение демонам они богу истинному приходили оттуда постоянно и поэтому пророк самуил дает вот такое строгое указание чтобы этот народ фактически был полностью истреблен то есть ветхозаветная святость это святость такого воинствования и только новый завет уже приносит благодатный мир как вот эти слова помните ангельские слава вышлию богу и на земле мир в человеческих благоволения то есть только в новом завете а ветхий завет там все было совершенно иначе и вот саул отправляясь на эту войну побеждает царя амаликитян агага но при этом когда он исполняет вот это повеление он сохраняет жизнь самому царю агагу и части лучших животных приходит самуил и спрашивает как тут что произошло тот говорит все отлично все там вот господь предал наши руки и вдруг самуил спрашивает а что это за блеяние овец и замычание коров я слышу да это вот люди мои пощадили лучше чтобы приносить жертву богу но ведь сказано было все истребить то есть даже не брать из имущества врага то есть ничего вражьего нам не надо и саул пытался оправдываться и тогда пророк самуил произносит такие вот удивительные слова неужели всесожжение и жертвы столько же приятны господу как послушание глазу господа послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов ибо непокорность есть такой же грех что волшебство и противление тоже что идолопоклонство то есть если ты живешь в непослушании богу то собственно говоря ты уже язычник ты уже идолопоклонник потому что ты служишь чему угодно только не воле божией и поэтому самуил он достаточно жестко настоял на том чтобы все вот эти животные тоже были уничтожены пока приводит к нему от этого царя агага а тот в страхе спрашивает уж теперь-то опасно смерти миновалась но и самуил берет в руки меч вот она тоже эта строгость ветхозаветная он повторял впоследствии повторит и пророк или я и другие пророки и моисея собственно говоря он тоже был таким вот лидером воинствующего народа который уничтожал язычников и самуил произносит как ты сам умершлял детей у матерей так и твоя вот мать пусть лишится сына и умершляет его вот так достаточно жестко осуществлялась правда божия ветхом завете потому что до воплощения любви вот во христе еще оставалось очень много веков и сам саулу саулу сказано что господь совершенно точно отвергнет его изберет нового и после этого самуил очень много скорбел что саул настолько вот непослушен и господь открывает самуил что избрал нового царя который будет уже исполнять волю божию направляет его к и сею самуил приходит и подводит к нему тоже вот одного за другим сыновей причем поначалу тоже самуил вот рассуждает по-человечески он видит старшего сына который статный видом выделяется своим лицом и думает что вот наверное это он и будет избранник божий а господь говорит ему нет не суди по лицу ибо люди судят по лицу а господь судит по сердцу человеческому подвели всех семь сыновей ни на одного не указал господь и спрашивает самуил может быть еще кто то есть ну есть там вот последний там восьмой сын самый младший он на поле пасет стадо в нем ничего такого особого нет но самуил настаивает на том чтобы его привели и когда приводит оказывается что это именно давид его и на него указывает господь и самуил именно его избирает и его помазывает в новые цари и дальше вы конечно знаете всю эту историю как давид потихонечку выходит вперед как его приглашает и сам саул как впоследствии начинается вот это вот противостояние саул гонит его а самуил его поддерживает и в конце концов давид непременно станет царем но самуил до этого времени не доживает он покинул земной мир был с честью погребен и люди оплакивали его потому что знали что это действительно человек божий и самое последнее что мы читаем в священном писании это когда саул уже будучи в безысходной ситуации в новой очень тяжелой войне с филистимлинами не знает куда обратиться за советом ни пророки его не выразумляют ни на личные его молитвы господь не отвечает он идет на такой отчаянный шаг просит разыскать кого-нибудь из волшебников чтобы вызвали душу самуила и а как раз здесь в чем как раз такая была сугубая неправда что ведь он сам лично запретил присутствие любых ворожей любых колдунов на территории израиля и тут вдруг когда вот ему лично понадобилось это он решает вот ради своей корысти попросить кого-то из колдунов и вот находит эту аэндорскую волшебницу который тайно приходит саул просит вызвать душу самуила и наступает такое странное немножко вот событие из священного писания мы знаем что господь не открывает ничего через чародеев через них действуют демонические духи но саул в данном случае он в отчаянии он просит эту женщину вызвать душу самуила и вот святые отцы они по-разному толкуют это но в том числе есть такое толкование что да действительно по промыслу божию явился сам самуил причем женщина этого не ожидала почему потому что мы так читаем и увидела женщина самуила и громко вскрикнула то есть явление души самуила это произошло вопреки ее собственным ожиданиям может быть она была простой там обманщица может быть она просто привыкла встречать вот этих вот духов падших а тут вдруг является сам самуил который грозно обличает царя саула и говорит что теперь он уже окончательно погибнет и душа его сойдет в преисподнюю вот таков был самуил который строго обличал царей который строго свидетельствовал о правде божией и он является таким вот ярким выразителем именно ветхозаветной святости но и с такой святостью мы тоже должны соприкасаться чтобы понимать насколько непрост был путь человечества к воплощению сына божия насколько тяжело было идти богоизбранному народу к рождеству христову и требовалось жесткое воспитание такая вот жесткая рука божия которая карала грехи карала непослушание народа и вот исполнителем воли божией были такие пророки как святой самуил и в то же время его наставление оно должно запечатлеться в наших сердцах золотыми строками это вот что именно то что послушание богу выше всех жертв ибо непослушание есть то же что язычество и непокорность то же что идолопоклонство вот дай нам господь извлекать самое ценное из жизни ветхозаветных святых и по молитвам пророка самуила стараться хранить верность истинному богу всех вас с днем памяти святого пророка самуила внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео с и подпишись